В Даринмаре высадился онкопатруль. 13 ведущих врачей-онкологов приехали в регион для проведения профилактических осмотров и мастер-классов. С 14 по 17 декабря жители региона смогут обратиться за помощью к специалистам. Наталья Дуркина продолжит тему. Обратите внимание, более 2 миллионов человек каждый год умирает от рака легкого. Как не оказаться в страшной статистике смертности страны от рака? Об этом рассказали онкологи из Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. В первый день врачи из Москвы провели для жителей Наринмара лекцию об онкологии и рассказали о проекте «Онкопатруль». «Онкопатруль» уже работает 3 года. За 3 года мы побывали в 13 субъектах Федерации. Ненецкий автономный округ – это 14-й субъект Российской Федерации. Когда мы читаем просветительские лекции людям, то мотивация проверять свое здоровье у людей становится гораздо выше. Лекции провели по 7 темам, одной из которых был рак легких. Когда у пациента первая или вторая стадия рака легкого, как правило, пациент имеет бессимптомное течение болезни. То есть он ее никак не чувствует, занимается своим делом, ходит на работу и не получает никаких сигналов от своего организма. И только когда болезнь вырастает до больших размеров, становится уже слишком поздно. Но только тогда пациент чувствует первые симптомы заболевания. А чтобы оказаться на шаг впереди болезни, необходимо регулярно проверять свой организм на наличие каких-либо патологий. К слову, во второй и третий день акции «Онкопатруль» врачи проводят осмотр местного населения. Ну это очень нужно и это очень важно, особенно у нас на севере, когда приезжают к нам такие специалисты, особенно московские. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы с нашим здоровьем было все прекрасно, пройдя этих специалистов. Для каждого человека свое здоровье надо проверять. И это необходимо даже ежегодно проводить такие осмотры. А если по рекомендации врачей, то когда, значит, в особом случае надо проверять свое здоровье. И вот очень хорошо, когда приезжаете, ознакомливают нас со своим здоровьем, что можно поправить, а что-то и подлечить. Коварство всех онкологических заболеваний в том, что на ранних стадиях их очень сложно диагностировать. Как правило, заболевание себя не проявляет. Именно поэтому так важно проходить диспансеризацию. Ведь по результатам анализов можно выявить отклонение от нормы и получить направление к специалисту. Что касается жалоб со стороны живота брюшной полости, конечно, на что нужно внимание в первую очередь обращать. Это дискомфорт при походах в туалет. Это, возможно, появление крови в кале. Это первая симптоматика, которая может нас направить на то, что необходимо идти к врачу. Это снижение веса, который неконтролируемый, вроде бы и непрограммированный. Мы не хотели, но вес снижается. Это потеря аппетита, апатия. Конечно, эту симптоматику можно отнести и к любым другим заболеваниям. Но, собственно говоря, не значит, если вдруг у вас эти симптомы есть, что у вас есть злокачественный процесс. Но это значит, что нужно разбираться в причинах появления этих жалоб. Что касается рака толстой кишки, то по заболеваемости и смертности среди мужчин и женщин он занимает лидирующие позиции. На первом этапе выявления заболевания необходимо сдать анализ на скрытую кровь. Тест проходится в домашних условиях. Примерно такой же принцип, как и сдача ПЦР-теста. Тоже на планшетке. Только немножко, ну, в принципе, естественно, будет сдача сам другой. Вот. Выявляется положительный ответ. Если тест дал больше референсных значений, то пациент переходит на второй этап в обязательном порядке. Это уже коломоскопия. И тут уже наши коллеги-эндоскописты планомерно смотрят всю слизистую толстую кишки и выявляют причины вот такого положительного ответа этого тестирования. Что касается рака легких, то здесь заболевание бьет все антирекорды. В России только за 2020 год погибло 2,2 миллиона человек. К сожалению, рентген и флюорография не всегда позволяют выявить болезнь на ранней стадии. А вот компьютерная томография является золотым стандартом исследования. К слову, всем пациентам, которые пришли на обследование, было показано заблаговременно сдать КТ. У части пациентов уже есть онкологический анамнез. То есть выполнено хирургическое лечение по поводу какого-то злокачественного образования органов грудной клетки. На что мы обращаем внимание? Естественно, я внимательно просматриваю компьютерную томографию на предмет выявления нового образования, если пациент первичный, у него нет в анамнезе опухоли. И на предмет прогрессирования, то есть каких-то увеличенных лимфоузлов или подозрительных очагов, в том случае, если онкопатология у пациента уже была. Одна из главных причин рака легких – курение. Здесь следует отметить, что не только сигареты пагубно влияют на наш организм, но и новомодные айкосы, вейпы и другие курительные смеси. Вот такое заблуждение, к сожалению, в нашем обществе, особенно среди подростков, распространено, что вейпы безопасны с родним медицинским ингаляциям. К сожалению, это не так. Во время соприкосновения жидкости для вейпа с раскаленной спиралью происходит пиролиз, то есть изменение органических веществ под воздействием температуры. И вчера на профилитической лекции я показал, какие получаются вещества. К сожалению, это большая группа канцерогенов. То есть мы вдыхаем те вещества, которые приводят к образованию злокачественных клеток. За 2020 год рак молочной железы был выявлен у 75 тысяч женщин России. Из них более 21 тысячи пациентов умерло. В большинстве случаев болезненное ощущение отсутствует, но стоит обращать внимание на пальпируемое образование в молочных железах. Ежемесячно в одно и то же время, если женщина менструирующая, то на 5-12 день менструального цикла пациентка должна ощупывать свои молочные железы. В случае, если женщина находится в менопаузе, то выделить какой-то определенный день в месяце и уделять себе любимое время. Если она заметит втяжение, если она заметит покраснение, если она увидит более отечную молочную железу, разницу в молочных железах, выделение сосково-олярного комплекса, увеличение подмышечных лимфатических узлов и их болезненность, тогда, безусловно, незамедлительно ей нужно идти к доктору. В планах акции «Онкопатруль» – осмотр населения, проведение мастер-классов для врачей Нинского округа, а также просветительских мероприятий для жителей Наринмара. Наталья Дуркина, Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, Леонид Шишлов, Телеканал «Север».